К-806 Южнокорейский бронетранспортер Он был разработан Хундай Ротэм для удовлетворения потребностей Южнокорейской армии. Разработка началась в 2012 году. К-806 имеет колесную формулу 6х6 и ранее был известен как КВ-1 «Скорпион». Он был разработан вместе с более крупным К-808 с конфигурацией 8х8 в рамках того же проекта. Бронетранспортеры К-808 и К-806 созданы для замены гусеничных БМП К-200 и К-21, находящихся на вооружении Южнокорейской армии. К-806 с колесной формулой 6х6 предназначен для ведения разведки и рейдовых действий, для обороны тылов, охраны автоколонн. К-808 для транспортировки пехоты, в том числе в горных районах, для действий на передовых позициях и поддержки передовых сил. Полномасштабное производство этих машин началось в 2018 году. Машина имеет цельно-сварной стальной броневой корпус. Обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Передняя дуга выдерживает попадание бронебойных снарядов калибра 12,7 мм. Дополнительная броня может быть установлена для более высокого уровня защиты. Машина имеет V-образный корпус для защиты от минных подрывов. Экипаж и спешивающиеся сидят на сидениях с противоминной защитой. Эта бронемашина также оснащена системами защиты от ядерного оружия и автоматического пожратушения. Базовый бронетранспортер К-806 вооружен экранированным 12 и 7 мм пулеметом. По современным меркам такое вооружение не впечатляет. Министерство обороны Южной Кореи намеренно заказало такую конфигурацию, чтобы снизить затраты на закупки. В зависимости от требований заказчика, К-808 может поддерживать дистанционно управляемый боевой модуль, двухместную башню, вооруженную 30-мм пушкой, или другое вооружение, обладающее более большей мощностью. К-806 вмещает до 9 полностью оборудованных десантников. Войска входят и покидают машину через заднюю рампу с электроприводом и встроенными дверями. Для ведения огня в крыше имеются люки и запасной выход. Эта бронемашина оснащена новейшими технологиями и средствами помощи водителю. Машины оснащены дизельным двигателем Hyundai с турбонаддувом мощностью 420 л.с., расположенным у спереди. Он агрегатируется с автоматической коробкой передач с 7 скоростями вперед и 1 назад. Автомобиль оснащен автоматической системой управления трансмиссией. Два передних моста являются управляемыми. К-806 развивает максимальную скорость по шоссе до 100 км в час и значительно быстрее предыдущего гусеничного БТР серии К-200, скорость которого была ограничена 714 км в час. Кроме того, колесные машины обычно дешевле в обслуживании по сравнению с гусеничными, хотя по проходимости К-806 уступает предыдущему БТР К-200. Базовый вариант южнокорейской армии К-806 не является амфибией. Такая конфигурация также была заказана для снижения затрат на закупки и обслуживание. Амфибийность не требовалась, так как эти БТР планируется использовать в основном в тыловых районах. Более крупный К-808 является полностью амфибией. Скорость амфибии на воде до 10 км в час.